Ребят, всем привет! Очередной рабочий день закончился, и можно спокойно поковыряться в гараже. Но до того, как этот рабочий день начался, сегодня с утра, я так во время утреннего кофейка просматриваю объявление у нас на местной барахолке на Куфоре. Это аналог OLX, Авито. И смотрю, прямо в Гомеле продается мотор для Днепра. Такой старый, ушатанный, никакой. Ну, думаю, из интереса напишу, спрошу, сколько стоит. И сразу приходит ответ, что так и так, мотор не рабочий, сразу человек оговорился, стоит 100 белорусских рублей. Это около 30 долларов. Думаю, так нормально, хорошая цена. Как раз собирался я себе искать комплект головок, ну пусть не работающих, пусть там, а бы каких, главное, чтобы комплектных. А тут целый двигатель. То есть, ну, прям хорошо. Там много всяких ценных запчастей в этом самом двигателе. И вот после работы я на мотоциклике заехал, рассчитался. Причем, любопытно было, мне аж вот, как это, возникло чувство, что не все еще потеряно. Продавал пацаненок лет, наверное, 13. Такой мелкого роста, худой такой, в очочках, как Гарри Поттер такой. И этого корча, этого Днепра разбирал сам, распродавал по запчастям. Ну, ковыряется молодежь, приятно. В общем, купил я этот двигатель, привез его на мотоцикле, сейчас он лежит в коляске. И хочу достать, немножко так поковыряться, с ним повозиться, посмотреть, что за он, что я купил, что это за кот в мешке, что он из себя представляет. Так что давайте вместе сейчас выкорчуем его из коляски, занесем в гараж и посмотрим на него повнимательней. Мать моя женщина! Блин! Тяжело! Ну и вот такое вот приобретение мы видим. Это, судя по всему, мотор от МТ-9, причем переходных годов, потому что головы, как мы видим, вот еще с усиленным орибрением на впуске почему-то, а не на выпуске. Однако зажигание уже при этом не такое, как стояло на К650. Ну и как бы на основании этого делаю вывод о принадлежности этого мотора к семейству, да, МТ-9. Комплектация. Отсутствует крышка зажигания, отсутствует вот этот колпачок самого зажигания, однако само зажигание, ну вроде как, несмотря на то, что оно в ужасном состоянии, но все здесь на месте. И катушка, и вот этот бегунок, даже с механизмом опережения, шпилечка эта, которая прижимает колпачок. То есть есть у меня, есть те недостающие детали, которыми можно укомплектовать этот двигатель. Даже вот есть одна крышка, ой, не крышка, гайка, гайка выхлопа, причем на этой стороне, видите, резьба вполне себе живая. Витки еще очень даже в неплохом состоянии. А вот с другой стороны картина несколько печальнее. Резьбы практически нет. Это у нас какая голова? Это у нас голова правая. И есть у меня, да, такая же правая голова с целыми, ну, относительно целыми витками резьбы на впуске. Что дальше? Есть датчик аварийного давления масла, и это очень хорошо, потому что у меня таких датчиков в запасе нету. Они все остались на литовской границе, скажем так. А на моем мотоцикле что-то этот датчик начинает дурить голову. Он не всегда срабатывает просто при включенном зажигании, но при заведенном, при незаведенном моторе. Что еще? Двигатель весь покрыт, весь слоем мазута, нагара, какой-то грязюки. Причем часть вот видно, что совсем свеженькая вот здесь. Это, видимо, где-то поперлось со щелей, со всех. Когда я его вез, он в коляске лежал. Не сказать, чтобы прям ровно и не болтался. Болтался? Еще как? Пока ехал. Каленвал. Ну, одним пальцем мне не удается прокрутить. Сейчас попробую. Одной рукой. Не, не прокручивается. Сейчас попробую чуть-чуть позже двумя руками. Однако, видны какие-то даже попытки, следы попыток, что-то типа как консервации. О, выкинем это в мусор. Так, ну-ка крючочком зацепимся. О, так. Ну, втулки, да и втулки. Ух ты. Дайте-ка я сейчас посвечу. Попробую вам показать. Там, по-моему... Так, светишься ты, не светишься. Тряпку аж... О, туда запихали. Видите? Ты же не поленился кто-то так глубоко запихивать. А ну-ка попробую вытащить. Так. Блин, темно. Ничего не видно. Так, иди сюда. А может быть, двигатель поэтому и не прокручивается, что кто-то уже с засунутой туда тряпкой пытался прокрутить мотор. Ладно, будем смотреть дальше. Что еще можно сказать? Есть генератор. Причем тот, кто его отсоединял, особо не парился на предмет аккуратненько открутить клеммы. И, судя вот по этим медным проводам, совсем недавно это произошло. Отсоединение, если можно так назвать. В мотор явно лазили. Следы кернения мы видим не одни, не только заводские, а еще и какие-то самопальные. Самопальные. И тот, кто это пытался делать, видимо, особо не стеснялся в средствах. И болты потом сюда, винты ставил, какие бог на душу положит. Потому что вот эти два, обратите внимание, в прекрасном состоянии. А этот умер еще до установки сюда, в этот мотор. Такое ощущение. О, давайте-ка посмотрим, что там по уровню масла. Так, одел перчаточку. Так. Я понимаю, что это как бы вообще ни о чем показатель, но просто интересно. Ну, по нижней метке. Ну, даже оно там, то, что оно там в принципе есть, уже удивительно. Прокладочки под щупом нету алюминиевой. Ну, и бог с ним. Шпильки, аж две, сохранились. Третья, слава богу, не обломана, а просто отсутствует. И болт вот этот там заклинил. Почему заклинил, непонятно. Ни туда, ни сюда он не идет. Ладно, будем извлекать потом. Так, ну, наверное, на этом осмотр и обзор первых таких ошушений будем заканчивать. Единственное, что я упомяну, что сцепление еще довольно в неплохом состоянии. Шлицы, смотрите, прям живые еще. И квадрат, судя по тому, как он выглядит, он вовсе даже еще не раздолбан. Дайте-ка попробую светануть, чтобы и вам было видно. Живой квадратик, живой. Нормальный еще такой. Ладно, ладно. Сейчас попробую выкорчевать то, что там вот осталось. И попробую двумя руками все-таки мотор прокрутить. Мало ли, вдруг он прокручиваться будет. О, смотрите, там аж паучок сидит. Не знаю, видно вам или нет. О, он такой рядом с клапаном. Ну как сидит? Он умер уже давно. Он там лежит. Ладно, будем заканчивать. Давайте-ка попробуем этот мотор хоть немножко прокрутить. А для этого я попробую выковырить все, что скопилось вот здесь вот. А заодно, кстати, давайте-ка глянем, нет ли похожей картины в клапанах выпускных. Точнее, в каналах. Так, тут клапан приоткрыт, все чисто. Тут, ну, паутинки немножко. Но тоже можно сказать, что никаких посторонних, так сказать, предметов в канале нет. Отлично, отлично. Так, что-то чуть-чуть есть. О, пошел. А в обратную сторону? Так, упирается. Давай-ка еще в эту тебя покрутим. Ага. Ага. По-хорошему-то было бы неплохо свечечки выкрутить. Давайте выкрутим. Так, где мой свечник? Давайте свечки выкрутим. Блин, затягивал кто-то, конечно, на славу. Интересно, получится, чтобы не лезть уже за отверткой. Бриск. Бриск в одной голове. И А17 во второй. Так, выкручиваем свечки. Ох, давно мотор не заводили. Но, знаете, когда работал, еще не самый плохой цвет нагара. Обычно в таких моторах, вот в таком состоянии, свечи просто люто черные. А тут... Ну, вот примерно как здесь. Плюс еще и пространство между изолятором и корпусом свечки. Ну, ее резьбой забито просто в усмерть. Окей, давайте. О, сразу моторчик. Хотя нет, рано я радуюсь. Давайте по ходу движения его проворачивать. Так. Эть, не идет. А в обратную сторону. Ну-ка. И в обратную не идет. Ясно. Внутри нас ждут сюрпризы. Ну, давай уже вернись хоть чуть-чуть назад. Причем вот так вот в каком-то положении крутится вообще легче легкого. А в каком-то клиньте. Кстати, дайте-ка я посмотрю. Свечное отверстие. Как там поршень-то вообще? Так. С этой стороны, ну, хотя бы двигается. Я поршень вижу. А с этой стороны... Ой-ой-ой. Какой там трэш и угар. Ну, и тут двигается поршень. Ну, хоть не приклинило. И то хорошо. И поршня там хотя бы есть. Так. О, даже клапан ходит. О-хо-хо. Вот я думаю, разбирать его или не разбирать. Нет, пока не буду. Вы знаете, удалось расшевелить двигатель. Корячил его так туда-сюда. Шатал-шатал. Ну, и все. Прокручивается. Можно даже сказать, что без каких-то прям уж лютых заеданий. Каких-то сильных сопротивлений. Что-то внутри слышится. Такое. Чего там не должно быть слышно, скажем так. Но в целом мотор проворачивается. Я вот думаю, почему бы нам не замерить компрессию на нем, а? Давайте попробуем. Сейчас я прикорячу сюда какую-нибудь коробку. Вот просто абы какую, чтобы была. Чтобы просто иметь возможность провернуть мотор. О, гаечки посыпались. А тут вместе со шпилькой выкручивается. А не, сначала крутнула шпилька, а потом дальше пошло. В общем, сейчас возьму хоть какую коробку. Как-нибудь этот мотор поставлю на какое-нибудь подходящее сооружение. И попробуем его попинать. Очень уж интересно, что вот такой мотор за 30 баксов. Явно, как у нас говорят, который бачу уже тё, как он себя, собственно, чувствует внутри. Да, я видел свечные отверстия. Здесь, в этом цилиндре, какая-то черная каша в горшке. Здесь горшок ржавый. Но, тем не менее, давайте попробуем, как оно будет пинаться. И хоть парочку атмосфер накачает, не накачает. Давайте присоединим наш компрессометр. Очень аккуратненько. То резьбы здесь и так чувствую уже. Побитое жизнью нужно не повредить их окончательно. Так. Подсоединяем. Ну, давайте качнём. Интересно. Вот напишите сейчас в комменты, кто сколько думает атмосфер, которая сможет выдать этот двигатель. Причём, качать ещё не очень удобно. То есть, я не в стенд закрепил, не на мотоцикле он. Поэтому будет всё болтаться. И, возможно, накачаю даже меньше, чем мог бы. Вот не поленитесь, напишите. Моё предположение, где-то 4 атмосферы даст этот цилиндр. Вот, допустим, 4. А тот 4 с половиной. Поехали. Так. Ох, 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 ох. Так, я был неправ. 4 он не выдал. 2. Сейчас покажу ближе. 2. 2 атмосферы. Ой-ёй-ёй. Давайте второй попробуем. Так. Вообще, эти дедовские моторы, моторы из-под деда, они могут выдать и больше. И обычно, ну, там хоть каких 5-6 выдают. Но не в этом случае. Так. Давай. Вставляйся. Что-то неудобно. Не хочу грязными руками, чтобы туда песчинка попала. Так. Давайте-ка камеру чуть-чуть. Вот так. Ну что. Подложим кирпичик. Поехали. О! О! 3,5. Аж 3,5 атмосферы. Это даже больше. Может каких-то 3,7. Шик. Ну и для, так сказать, полноты картины, попробуем еще давление масла посмотреть. Будет ли что-нибудь. Ставим на замер сопротивления. Одну клеммку вешаем на корпус. А вторую вот сюда на датчик. Так. Замкнуто напрямую. Сейчас сопротивления нет. Ну то есть, у нас здесь есть минус на концевике датчика. И это логично. Лампочка должна гореть, когда мотор не заведен. Не заведен. Уж не знаю, смогу ли я в таком положении как-то набодать ножкой, чтобы создать давление в две атмосферы. Но давайте попробуем. По-прежнему цепь замкнута. То есть, датчик не сработал. Ну и бог с ним. Немножко задолбался. Ну что ж. Попинал, попинал я мотор. Бесполезно. Сами видели. И я уверен, что это из-за клапанов. А точнее из-за одного клапана. Вот того, впускного. В который попала всякая фигня. Пропитанная маслом. Такая волокнистая. Я, конечно, сколько мог из впускного канала что-то подоставал. Но там же достаточно вот буквально совсем чуть-чуть какой-то мелочи, которая попадет между клапаном и седлом. И клапан перестанет смыкаться. Он и так наверняка в состоянии далеком от герметичности. А если еще что-то попало на седло, то вот это вот уплотнение фактически выходит из чата полностью. И с учетом того, с какой скоростью я пинал кик. То есть, ну, не мог ускорить этот процесс, чтобы хоть чуть-чуть атмосферы ему добавить. Я думаю, что проблема в клапанах. Да, я только что снял крышку. Проверил все, чтобы клапан не был хотя бы подперт. И все нормально. Оба клапана имеют люфт. Ну, конечно, великоват. Там, наверное, не в десяточках и не в соточках меряется. Там так. На одном миллиметра полтора, на втором миллиметр. Но этот зазор, он есть. А значит, клапан не подперт. И дело не в том, что сбился зазор. А в том, что он просто не уплотняется. Но в любом случае, покупка эту я считаю очень выгодной. Потому что покупался мотор не ради комплектности. Не ради мотора. А ради запчастей, содержащихся в нем. Просто для примера, для понимания порядка цен. Недавно я хотел купить маховик. Днепровский. Ну, так получилось, что вот как-то по сторонам цоп-цопа у меня толкового-то и нет. И только за один маховик мне на барахолке зарядили 100 белорусских рублей. А это цена всего вот этого вот двигателя. Как бы, а тут тебе и головы, и коленвал, и зажигание какое-никакое. Ну, фактически целый мотор. Да, что-то в нем наверняка неисправно. Блин, да за 30 баксов какие могут быть вопросы вообще к его состоянию. Он комплектный, это уже подарок за такие деньги. А не работает, господи. Надо было бы починить, починили бы. Но в целом возьму с него головы, возможно цилиндры. Когда их надо будет растачивать, ставить на свой основной мотоцикл. Потому что те, кто, например, уже давно на канале, помнят, что там с цилиндрами произошла оказия по моей вине. И было подрезано немножко лишнего. И поэтому сейчас там под цилиндрами не одна прокладка, а 5 миллиметровых. Ну, то другая совсем история. В общем и целом, мотор это отличная покупка. За такие-то деньги. Неважно, в каком он состоянии. А, кстати, может быть кто-то помнит предыдущее видео, когда я пытался уплотнить резиновым колечком втулку распорную, которая идет в задний редуктор мотоцикла. Так вот, ожидаемо ничего не получилось. Редуктор все равно подкапывает. Сейчас покажу. Ну, собственно, вот. Как бы не сказать, что радикально течет. Но, если вот так вот присмотреться на колесо, видите, появились опять вот эти вот разбрызги. Где-то колесо капает маслом. Так, дай-ка я. Ну, я протирал недавно. Сейчас не очень видно. Ну, в общем, поверьте мне на слово. Немножечко, но капает. Вот, видно, например, на колесе, видите, капелюшечка масла. Это упало вот отсюда. Так что, скоро ожидает нас очередная серия про очередной разбор заднего редуктора. Буду пытаться все-таки его победить, потому что, ну, как бы, блин, с мотора, из коробки, ни капельки. Вот, вообще, сухо. А эта фигня, блин, течет. Это очень раздражает. Еще больше раздражает, что вот этот редуктор, собранный буквально на коленке за час-два из-за бычьего, что под руками было, не течет. С ним все хорошо, блин. Ладно. Ладно. Есть, как это, технические проблемы, которые надо решить. Значит, будет и технический контент. Ну, и, пожалуй, что на этом сегодняшнее короткое видео будем заканчивать. Я вот просто хотел поделиться с вами вот этой вот интригой, что я купил кота в мешке, в каком он состоянии. Показал, попинали кикстартер, увидели труп, аниматор. Ну, и ладно. В принципе, примерно такого состояния я и ожидал. Ну, может, чуть-чуть лучшего. Так что все, ребят. На сегодня прощаюсь с вами. Всем удачи. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok